Сергей возвращался домой после семи лет отсутствия. Вернее, сделал попытку вернуться. Он не знал, что его ждет в родной деревне после стольких лет, и что с его семьей. Ведь он не звонил и не интересовался все эти годы. А все потому, что он их бросил, и как думал, что навсегда. Но жизнь развернулась так, что сегодня ему негде было жить, и он решил пойти на поклон к жене и сыну, с которыми когда-то так подло поступил. Он смотрел в окно автобуса, такое все знакомое, вместе с тем забытое вокруг. Нужно подумать о том, где остановиться. Идти сразу домой к Надежде он опасался, вдруг не обрадуется. Когда-то он был первый парень на деревне, мог выбрать себе любую девушку. Вот он и выбирал, то с одной погуляет, то с другой. А Надежда была в него влюблена просто до потери памяти. Он это видел и чувствовал, но девушка она была неприступная и скромная. И Сергей решил взять эту крепость во что бы то ни стало, а дальше видно будет. Долго он бился, прежде чем она сдалась. Надежда искренне считала, что сперва брак, а потом уже все остальное, но все-таки поверила Сергею. Наговорил он ей много всего, но на самом деле жениться не собирался. Хотя она красивая была, нравилась ему, но и других девчат красивых тоже было много. В общем, решил, что еще погуляет вдоволь, а тут вдруг неожиданная новость. Надя беременна. Он тогда еще хотел сбежать из деревни, но вмешался его отец. Прокляну, сказал, если своего ребенка бросишь. Не было такой подлости в нашем роду. Испортил девку женись. И он женился. Правда, сначала пытался уговорить Надю на аборт, даже деньги давал на операцию, но она наотрез отказалась. Жили они поначалу неплохо, сын родился, все как у всех. Но Сергей все равно частенько ходил тайком налево, особенно когда был в городе в командировках. А когда Егор был маленький, лет пять ему было, как-то неудачно упал с велосипеда, и все как отрезало, как будто ходить разучился. Надя сразу ушла с работы. Они с тех пор с сыном и дома не бывали, все по больницам да по обследованиям. Много времени она проводила с сыном, а все расходы на лечение легли на плечи Сергея. Он старался целых три года, ну сколько можно. Ему тогда только тридцать исполнилось, такой возраст, когда хочется жить. Несколько раз он пытался объяснить жене, что все это лечение совершенно бесполезно. Надя, да пойми ты, наконец, если сразу ничего не смогли сделать, то теперь-то уж точно не смогут. Зачем без толку деньги переводить? Что ты говоришь, Сережа? Это же наш сын. Нужно хвататься за любую возможность, понимаешь? Я вот узнала, что в Москве ему могут сделать операцию и поставить на ноги, правда нужна приличная сумма денег. Я уже начала откладывать. Понимать то я понимаю, но почему я с утра до ночи должен вкалывать, а даже съездить никуда не могу дальше деревни? Надя слегка опешила. Надя, я еще молодой, а работаю просто в воздух. Не знаю, долго ли я так протяну. Пока жена с ребенком жили постоянно в стационаре, Сергей завел себе любовницу в городе. В общем, он ушел из дома, еще и деньги все прихватил, что Надежда откладывала на операцию сына. Жена на коленях умоляла, только не сейчас, просила она, но у него уже в городе было готово место без детей и семейных забот. А деньги это компенсация за то, что он оставляет им весь дом. На пороге Сергей оглянулся и поймал на себе взгляд сына. Это был не детский взгляд, в нем читалось отвращение и ненависть. Сергею даже не по себе стало от этого взгляда. И вот через семь лет он остался без ничего. Любовница выставила его из дома в чем был. Ему некуда было идти, и он решил, что его примут обратно в семью. Сергей вышел из автобуса и потихоньку пошел знакомой дорогой. Да вот только дома его не было. На его месте красовался двухэтажный особняк с ухоженной территорией и дорогим автомобилем рядом с воротами. Сергей подошел к калитке, как вдруг огромный пес с громким лаем выскочил ему навстречу. Казалось, этот зверь сейчас целиком проглотит непрошенного гостя. Но мужчина не уходил, хотел уточнить у новых хозяев, куда переехала его семья. Наконец дверь дома открылась, и на пороге появился молодой человек. В руках у него было ружье. Кулаки сжаты, глаза темные. Он молча навел на Сергея прицел. «Господи, да это же Егор», — узнал отец собственного сына. И он опять увидел тот самый взгляд. «Сынок, ты что это? Опусти ружье, это ведь я твой отец». Но Егор продолжал молча целиться в него. Пес уже не бросался на непрошенного гостя, а сидел рядом с парнишкой и как будто закрывал его собой от любой беды. Сергей еще раз обратился к нему. «Опусти ружье, надо поговорить, я ж не чужой человек». «Ты не чужой, ты хуже всех чужих», — ответил Егор отцу. «Уходи, ты украл деньги, которые были отложены на операцию. Ты оставил нас в таком положении, что и врагу не пожелаешь. Ты не платил ни копейки матери. Уходи и никогда не приближайся к нашему дому, а то сейчас собаку на тебя спущу». Сергей заметно струхнул, стал пятиться назад и в этот самый момент столкнулся с надеждой. Она сразу узнала его, но прошла, как мимо пустого места. Сергей попытался с ней заговорить, но она даже не обернулась на его голос. «Не надо, сынок, зачем портить себе жизнь из-за такого? У тебя все впереди». Она мягко забрала из рук Егора ружье, заманила в дом собаку и закрыла дверь изнутри. Сергей еще немного постоял у калитки, а потом пошел к своему дружку Витке. «А что ты сразу ко мне не пришел, а поперся к Наде?» Удивлялся друг. Думал, она одна. Ведь так любила, в ногах ползала, чтобы не бросал, ботинки целовала. Сергей был не просто удивлен, он был поражен. Откуда у них такое состояние? «Новый дом, машина. Сволочь же ты, Серега!» Упрекнул его дружок. «А то, что сын твой своими ногами ходит, этого ты даже не заметил. Я больше на ружье смотрел, оправдывался Сергей. Так откуда все это? А все через собаку ту самую, видел во дворе лохматая бегает. Тут один бизнесмен купил в нашей деревне дом олигархов местных. Так вот, а с ним собака эта. И стали они с ней на охоту в лес ходить. И как-то в один из дней пёс убежал со двора в лес и потерялся. Мужик искал его, звал, но тот пропал бесследно. А через три дня его грязного и оборванного привела домой Надежда. Она за грибами пошла и услышала, как лает пёс, на помощь зовёт. Оказалось, что он в болото забрёл, там и провалился. Уж как его не затянуло совсем, не знаю. И как хрупкой женщине такую махину вытащить из болота удалось, тоже не представляю, но тем не менее. Вернула она хозяину его любимца живым. Ну тот вроде поблагодарил, даже вознаграждение какое-то дал. А дальше интереснее события развивались. Пёс так прикипел к своей спасительнице, что каждое утро оказывался на её крыльце. Хозяин его домой заберёт, а он опять к дому Надежды. Всю ночь их с сыном охраняет. И ничего сделать невозможно. Бился с ним хозяин бился, а потом сам к Надежде жить перебрался. Новый дом построил вместо старого, Егорке операцию на большие деньги сделал. Вот только жениться на Надежде никак не может, потому как она ещё за тобой козлом замужем. Ну, а раз ты приехал, значит развод сейчас быстренько оформят. Зачем ты им теперь нужен? Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.